Привет, меня зовут Рыбина Варвара, и сейчас я вам расскажу все самые интересные новости на сегодня. Начнем эти выходные вместе. Во всех новостях только и говорят, что про коронавирус. Мы пойдем другим путем, ведь вокруг по-прежнему столько всего интересного. Например, 27 марта – Международный день театра. Для всех любителей театра это большой праздник. Скажите, а вы любите театр? Так как его любит наш репортер Илья Куварин. Впервые в театр мы попадаем маленькими детьми и, кажется, уже после пары спектаклей знаем про него все, но на самом деле самое интересное скрывается за занавесом. Считается, что мировой театр появился в 534 году до нашей эры, в Древней Греции. Первые спектакли посвящались богам, и актерами в них были только мужчины. После падения Римской империи про театр на время забыли, и первые представления в Европе появились только в Средневековье. А вот в России привычный нас театр появился лишь в 18 веке. До него публику развлекали странствующие актеры – скморохи. Он как закричит! И если взять 100 жеребцов и потянуть за 100 хвостов, представляете? Почти каждый театр можно разделить на две условные части – ту, которую зритель видит, и ту, о которой только догадывается. Оказывается, по ту сторону занавеса находится целый мир, невидимая для зрителей часть сцены в несколько раз больше видимой. Здесь реквизит, декорации, различные механизмы для того, чтобы их оживить. Но на этом закулисье не заканчивается. Скрытые для глаз обывателей помещения есть и в театральном зале. Например, вот это – место, откуда управляют всеми осветительными приборами. Отсюда руководят звуком. Но самые интересные места – это, конечно, гримерный цех и костюмерная. К костюму вообще у актера особое отношение. Вплоть до того, что когда во время войны театр эвакуировали в тыл, то актеры свой костюм везти не могли. И что некоторые профессиональные артисты делали? Вот он заходил в гримерную. Он снимал все, что на нем одето. Вешал на вешалку. Сидел 10 минут. Потом подходил и снимал это, как театральный костюм. Свою одевал, но он уже был в театральном костюме. Понимаешь? Такое отношение к костюму. Костюм – это лишь часть образа актера. Главное преображение происходит в гримерной. Если вам кажется, что работа актера только и заключается в том, чтобы выходить на сцену, купаться в славе и ждать автографы, вы серьезно заблуждаетесь. Быть артистом – это значит частая работа без выходных и праздников. Спектакль, который на сцене продлится всего два часа, может репетироваться несколько месяцев, по пять-шесть часов в день. Важно отточить каждое движение, каждый жест, каждую интонацию, каждое слово. Кстати, текст актерам приходится учить наизусть. Неважно, будь то одна реплика или сценарий на десятке листов. Текст у тебя автоматически отложится. А задачи режиссера разные. Кому-то рассказать как старому другу военному, а кому-то как людям, не знавшим о войне. И в результате режиссер тебе будет менять разные задачи, пока вы не найдете оптимальный вариант. И организм сам выучит этот текст. Понимаешь, это называется учить текст ногами. Приметов суеверия актеров хватает. Например, нельзя свистеть или грызть семечки. Нельзя заходить в гримерку с правой ноги. Рассыпать грим к неудаче. Нельзя смотреть в зеркало через плечо актера. А главное, нельзя ронять сценарий пьесы. А если вдруг случилось его не удержать, нужно как можно быстрее на него сесть. Даже если он упал в лужу или грязь. Одна знаменитая актерица в день спектакля никогда на кровать или на диван не клала свое платье. И я театральный костюм не кладу на диван. И наши костюмеры все это прекрасно знают. У каждого есть свои приметы. Увы, в этом году отпраздновать праздник вместе с любимыми актерами у нас не получится. Но они по-прежнему готовят для нас новые спектакли. Так что ждем окончания карантина и бежим за билетами. Не пропустите редкую возможность стать частью этого волшебного мира. Специально для детских вестей Илья Куварин и Руслан Баталов. Вы уже решили, чем займетесь сегодня вечером? У нас для вас есть серьезное задание. Ровно в половину девятого вы должны будете выключить весь свет в вашем доме. Зачем? Узнаете из сюжета Ксении Хрусталевой. Сегодня, ровно в 20.30, во тьму погрузятся самые известные памятники нашей планеты. Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Римский колизей и даже Великая Китайская стена на час исчезнут во мраке. Страшно? Ну и напрасно, ведь это будет самый большой флешмоб на Земле. И посвящен он будет помощи нашей планете. Всемирная экологическая акция «Час Земли» в этом году пройдет уже 13-й раз. Ежегодно ее участниками становятся более 2 миллиардов людей почти из 200 стран мира. И, конечно, Россия не исключение. Смысл акции очень прост. Надо всего на один час выключить свет и все электрические приборы в вашем доме. Как это связано с экологией? Очень просто. Получая электроэнергию, человечество не только тратит много природных ресурсов, но и наносит большой вред окружающей среде. Хотя на самом деле, главная часть Земли даже не это. Какой-то большой экономии электроэнергии не будет, да? Но самая главная цель этой акции – это, конечно же, привлечение внимания. Вот я советую всех подумать, задуматься о том, что мы ставим будущим поколениям, о том, какой след мы оставим на этой планете. «Меняй себя, а не планету» – один из слоганов «Часа Земли». Это только кажется, что мы крошечные, а планета наша огромная, и мы ничем не можем ей помочь. Большие дела начинаются с маленьких привычек. Не мусорить, использовать меньше пластика, ухаживать за растениями, помогать диким животным и птицам – это то, что по силам каждому из нас. И еще один флешмоб организаторы акции объявили в соцсетях. На своей стене вы можете выставить обещание, чем вы можете помочь в дикой природе с хэштегом «Каждый может». С этого момента вы становитесь активистом всемирного движения «За здоровую планету». Ну а что вы пообещаете, это уже решать вам. Закрывать кран, пока чистите зубы, выключать свет, когда выходите из комнаты, вынимать зарядник из розетки, когда ваш телефон уже заряжен. Главное – помните, в вопросах спасения планеты маленьких дел не бывает. Специально для детских вестей Ксении Хрусталевой и Юрия Конихин. Через пару дней будет еще один праздник. Для многих он один из самых любимых. Первый апреля – день шуток, смеха, розыгрышей и отличного настроения. Блесец 1 апреля – это день шутников. Любят ли его ульяновцы, сейчас мы узнаем на улицах города. Нравится ли вам 1 апреля? Первый апрель, никому не верь, да? Да. Нравится ли? Хороший праздник сам, конечно, где можно пошутить. Конечно, у меня детей куча, можно их всех разыграть. Вас разыгрывали когда-нибудь? Конечно. Вам нравилось? Ну, если это была добрая, хорошая шутка, да, если нет, то нет. Обычно говорят, что мне кто-то уже звонил, а не может дозвониться или что-то в этом роде. Вы кого-нибудь разыгрывали на первое время? Да, но очень давно. Я работала в школе, поэтому учеников часто разыгрывали. В ответ на то, что они меня разыгрывали. Вам нравилось? Ну, как нравилось? Просто немножко весело было. День смеха – это отличный повод поднять настроение родным и близким. Только будьте осторожны, мне кажется, у вас спина белая. Богат наш регион талантами, а город – легендами. Лаборатория мультфильмов их объединяет. А мы показываем, что из этого вышло. Например, вот такой замечательный мультик про Моришнен родник. Было в Симбирск городе озеро, чистое да гладкое, как зеркало. И стояла на берегу озера избушка махонькая, а жила в ней вдова Марина – красавица из красавиц. Много парней убивалось за Мариной. «Видно и нет на свете такого парня, которого полюбила я пуще белого света», – сказала Марина. «Да я внула». На песню разудалую, на смех девичьей зашел раскустяр неведомый. Назвался он Иваном по прозвищу Курчавый и попросил принять его в игра «Хороводная». Встретились Иван с Мариной, да полюбили ту туга. Не хочу я, чтобы жили мы в бедности. Пойду и попытаюсь в бою ратном, через год вынув тебе с добычей. А Маринка-то похудела? Да, страшная стала. И вернется к ней Иван. Не вытерпела сердце Марине. Темную ночь в Сентябрьске бросилась она в озеро холодное и пошла ко дну. Так ей поганки и надо, туда ей и дорога. Только ошиблись злые люди. С богатой добычей воротился Иван с поля пранного. А как узнал о смерти Марины, всю зиму проезжал в горячке. А весной выбывал на лодке на съезде озеро и играл на гуслях песни печальные. Немного спустя пропал Иван, словно в воду канул. Не иначе, как Маришка сманила его к себе в озеро. Решили бабы Симбирские и прозвали озеро именем Марины. Субтитры создавал DimaTorzok Время пролетело совсем незаметно и нам уже пора прощаться. Как не заскучать, сидя дома на карантине, вы узнаете из нашей афиши. А если без прогулки никак не обойтись, вам поможет наш инструктаж по погоде. С вами была Варвара Рыбина. Хороших вам выходных! Свободное время у меня только уроки, вот все. У меня нет свободного времени. Я только на выходных, можно сказать, отдыхаю. Обычно у меня во свободном времени мало, а во время карантина его стало намного больше. Нам предстоит сидеть дома около месяца. Когда ты один дома, можно заниматься всем, что ты хочешь. Интересно будет то, что ты не ходишь в школу, а скучно то, что ты не можешь уедеться с друзьями. Я бы хотела очень сильно погулять сейчас, но из-за всего вот этого карантина, коронавируса, меня не разрешают. Ну еще нельзя. Дома тоже здорово и можно найти много приятных занятий. Я дома провожу время, занимаюсь спортом. Ну в телефоне я смотрю какие-то соцсети, иногда даже новости какие-то. Из всего, что можно делать рукодельно, больше всего мне нравится рисовать. Ну я придумываю для мамы с папой квеста. Обычно я сплю, когда тоска, когда нечем заняться. Я сплю. Я уроки делаю. Дома можно заниматься чем хочешь. Главное, чтобы тебе это нравилось и чтобы это было интересно. Ну вообще скучно, потому что в школе я вижусь с друзьями. Я скучаю в школе. Ну вообще без друзей очень скучно. Караул. Буду решать проблемы по мере их поступления. Карантин – это время, когда без обходимости на улицу лучше не выходить. Но если вам обязательно нужно прогуляться, тогда вот вам несколько полезных советов. Постарайтесь не прикасаться к перилам, дверным ручкам, витринам и другим поверхностям. А лучше всего наденьте перчатки самые обычные. Не ходите туда, где много народу. От прохожих держитесь на растагиане не меньше метра. При встрече с друзьями не обнимайтесь и не пожимайте друг другу руки. Ведь поздороваться можно так. Так. Или даже так. Ни в коем случае не ешьте на улице и не трогайте руками лицом. А по приходу домой первым делом переоденьтесь и хорошенько вымойте руки. Эти простые правила помогут сохранить здоровье вам и вашим близким. А мы желаем вам здоровья и прощаемся. До скорой встречи!